Всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. И сегодня мы, я Настенька, Артёмчик, Родиончик, там у нас Мирончик и папа наш. Слава славян! Идём на прогулку, и он сказал, что не хочет больше снимать YouTube. Шутка. Сегодня я не захотела, я ему сказала, что я буду сегодня снимать. Так что какие у нас планы на сегодняшний вечер? Мы хотим папу заставить сходить в Айкики. Мы хотим сходить в Айкики и посмотреть, что есть у них из ассортимента. Что такое ассортимент, Артём спросил. Артём видел там в Анталии рюкзаки очень классные, они им запали в душу. Не знаю, есть ли они в местном... Руку дай дорога! Не знаю, есть ли в местном магазине в Айкики то, что нам хочется. Вообще я увидела недавно, что у них появилась новогодняя коллекция, и взяла бы я такие какие-то пижамки, бодики всякие, номерончика для фотографий, фотосессий, как говорится, и всё такое. Да, Артём, можно рюкзаки, конечно. Итак, мы вышли на главную улицу. Не на главную улицу, а... Это главная улица? Слав, это главная улица? Нет. Нет? Нет. Я не знаю, вторая главная. Вторая главная, да. Мне будет Славик помогать, так что вы поддержите меня лайком. Я первый раз записываю сама влог. Так вот, мы вышли на вторую главную, как Слава говорит, улицу, на которой мы ещё толком не гуляли, я только ужинали как-то в ресторане в русском на этой улице, но мы туда ехали на машине, и буквально вот на днях мы тоже прошлись, искали банкомат, но также, опять же, не всю её прошли. А я очень хочу именно по этой улице пройти, поэтому сегодня я решила поснимать для вас, что вам показать здесь. О, кстати, стоит машина на московских номерах. Здесь вообще очень много русских номеров. Вот, кстати, рыбная палатка. Очень классная, свежая рыбка. Кефаль, вот я вижу. И рядышком ресторанчик. Здесь мы ещё не ем, но я думаю, мы это исправим в скором времени. По крайней мере, на той улице, где мы жили в Анталии, мы поели во всех ресторанах. Невозможно мимо пройти. Вот я вижу какой-то магазин, Слав, кстати, не обращала внимания. Типа всё дёшево, по 5, 7, 10, 15, 20 лир. И сумочки стоят вон там, которые на рынок все возят. Ещё сегодня мы заметили очень много людей с сумками, но вообще, я насколько знаю, рынок должен быть завтра, по вторникам и по субботам. Два раза в неделю в центре Алании. Ой, Махмуд Лара в центре рынок. И ещё вот-вот нашего дома должен быть рынок завтра. Но почему-то все идут сегодня уже с этими сумочками. Славик идёт на меня, смотрит и улыбится. А я не знаю, как на этой камере, короче, приблизить его лицо. Не получается. Так, что у нас тут есть ещё? Так, аккуратно, дорога. Кстати, у нас на ближайшую неделю передают дожди. Поэтому я не знаю, чем мы будем заниматься. Так, не знаю, чем мы будем заниматься в такую погоду. Но, надеюсь, придумаем. Потому что я погоду не верю вообще, в принципе, в прогноз погоды. Он часто меняется, особенно в таких городах крупных. Вроде бы вижу дожди-дожди, а по факту потом дождей и нету. Вот так мы, по крайней мере, очень часто замечали в Сочи такую тенденцию, что прогноз погоды один. Люди спрашивают, как ехать, не ехать. Мы всегда всем говорили, едьте, потому что погода изменчива. Вы можете просто пожалеть, потому что не приедете. Потому что дождей может и не быть. Итак, посмотрим, что у нас там на улице. А на улице здесь особо есть банкомат. Кстати, он берет комиссию, причем поболее, чем обычно мы снимаем. Ребята, дороги уйдите. Славик ушел вперед с Мироном, а мальчишки там сами по себе сзади. Я снимаю их, и их не это. Никто не смотрит за ними. И так, мужики, вперед проходим. Смотрите, я хотела вам показать через дорогу. Тоже магазинчик, а на вывеске написано «ду-трак». По-русски. Что у нас здесь? Какой-то отель красивый, я так понимаю. Так, Артем, руку мне давай. Стоп. Эта, кстати, машина сейчас проедет. Она из нашего соседнего дома. Стоим. Стоим еще. Не переходим. Да, здесь очень сложно переходить дорогу. Здесь не пропускают тебя даже на пешеходах. А мы тут хотим перейти даже не на пешеходе. Ох, какая мылечка. Как у нас была, похоже. Так, Артем. Я надеюсь, мы успеваем здесь пройти с тобой. Окей. Что у нас по этой улице мы вообще не ходили? Ни-ра-зун. По крайней мере, я не ходила здесь пицца. Честно, я не продумывала вообще о чем рассказывать и что показывать. Мы просто пошли на прогулку, и я, как говорится, что вижу, то и на что обращаю внимание, то и говорю. Вот. Поэтому строго не судите. Мне как бы сложно, как бы, плюс ко всему, что я не привыкла так снимать. Иногда снимаю сторис, но очень-очень. Круто. Я не часто себя снимаю, да, больше как-то снимаю детей. Да? Детей и обзоры какие-то, что я вижу, говорю за кадром. А чтобы я была в кадре, для меня это вообще тяжело, особенно когда тебе идут навстречу люди, и они на тебя смотрят. Славик тоже по первости очень ему приходилось с этим бороться, но сейчас вот он уже привык и вообще не замечает вокруг никого и ничего. Спокойненько снимает. Вот какой-то там прикольный отельчик, что ли, да, там вот отельчик, да, я думаю, что у нас тут какой-то типа отельчик. Здесь какая-то выпечка, я так понимаю, прикольные, национальные стоят. Пебециски заглядывают на камеру. Мы же просто гуляем. Погода сегодня хорошая, кстати, мы днем вообще подзагорели, загорали. Миронтик, у нас тут все в одном подгузнике даже и потом без футболочки. На пляжике отдыхал. Что, сыночек? Вот жвачку. Жвачку? Да пожуйте уж, может, по койне будете идти. На агентство какое-то, наверное, travel, travel для путешествий туристического. Ой, смотрите, какой интересный ресторанчик. Жвачка. Жвачка. Тоже, да, очень много классных кафешек, причем вот есть меню, пойду, подойду, посмотрю. Я вообще любитель поесть, как вы, наверное, все уже заметили. Здесь авокадо-паста с чесноком, салаты, бургеры, даггенсы, картошка. Кстати, картофель фри на турецком будет чипс. Как наши чипсы, говоришь, чипсы, они тебе приносят картофель фри, да? Угу. Что, достали жвачку тебе? Ну, давай, Смюх. Давай. Побыстрее. Да дай. Родионка-пушечка такой. МД-бенд. Вот вывеска, кстати. Сейчас так дорогу будем переходить. Родион, давай быстрее, папа уже далеко ушел. Красивые виды в любом случае, погода все зелененькая, погода хорошая. Давайте ручки, пока машинки нету, будем переходить с вами. Родион, за руку не убегай, стой. Ай-яй-яй. Вот так вот, непослушный мальчик вообще. Да? Да. Догоняем папу. Так. Ну, здесь мы впервые, поэтому что же, что же, что же здесь посмотреть нам интересного. Пока ничего, пока ничего не вижу интересного, поэтому покажу вам себя. Малыш идет с каких-то занятий, поясы. Видите? Да, здесь очень много деток, вообще на улице спокойно без взрослых ходят, особенно в тех комплексах, которые с отельным сервисом, где мы жили. Я, как мама, это сразу заметила, потому что реально маленькие детишки ходят одни и даже в бассейн. И для меня это удивительно. Я, конечно, вообще своих детей, мы со Славой своих детей вообще не отпускаем гулять одних до сих пор. Ребята, глаз да глаз за ними, как говорится. Ну, вот что-то новое, какая-то улица. Куда мы идем с вами? Так, Артем, держись рядом со мной, папу. Держи. Спасибо. Вот, кстати, эту хлебную палатку, мне кажется, я уже видела. Или они просто все похожи? Магазинчики, одежды. Вон такой вот модный Луи Веттон, оранжевый. Деда увидел Браво в старт. А, футболки? Майнкрафт. Да, мальчишки смотрят на рынок, на базар ходить. Там дешевые футболки вот такие вам купить. Итак, мы здесь мимо идем опять супермаркета. А, стол один такой сетевой тоже достаточно распространенный везде. На через дорогу большущий сквер находится. Днем мы еще не гуляли, но обязательно туда погуляем. Мальчики рядом. Кафе. Да, много кафе на любой вкус и цвет, как говорится. Везде вкусная, красивая подача. Кстати, что интересно, что, например, в Турции я только единожды видела в Аланье девчонку-официантку. Официанты всегда, мужчины, парни, молодые. Ну, в общем, девчонки здесь официантками не работают. Везде в ресторанах одни парни. Так, мы также проходим супермаркет-сток, которых тоже достаточно много. В чемодан, смотри, как пошла в чемодан. Мам, вот сенька я хочу. Мы посмотрим в айпике чемоданы. Также впереди я уже вижу, стоит автомат для, наверное, для кормления животных, я так думаю, снова. Нет? Да. А, нет. Это, кстати, как раз таки автомат, чтобы сдавать ненужную одежду. Вы можете ее не выкидывать в помойку, а привезти туда и ее отдают либо нуждающимся, либо на переработку. Точно я не могу сказать, честно говоря. Но я знаю, что это как-то правильно утилизируется, либо отдается в нужные руки, либо перерабатывается. Также здесь, как в стране любящих животных, очень много зоомагазинов, зооаптек. На каждом шагу, в каждом районе их по несколько штук, наверное. Снова ресторанчик. Я как-то больше по этой же порой не снимаю, но, наверное, потом пойдем по другой стороне и... А где мы лайкики? Вот, большой Миграс, вижу большущий Миграс. Артём? 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 Один говорит. Это же как мудрые трои обезьяны, не слышу, не вижу, не говорю, да? Всю дня, вот например, на русском музыке. Видите, вот английский завтрак, турецкий завтрак. Артём, не трогай ручками. все на русском и на английском, интересный ресторан, везде, кстати, всегда есть антисептик, Слава нам об этом говорила не раз, вот такая большая улица, идем, переходим дорогу к Мигросу большому, к Мигросу нам, по крайней мере, больше всего нравится в супермаркетах местных, там более-менее какой-то есть выбор, выбор продуктов, да, и у меня такая проблема, я здесь, сейчас я разверну, у меня есть такая проблема, здесь я не могу купить себе слабосоленую рыбку красную, знаете, которая у нас продается, такая в упаковках вакуумных, вот надо будет зайти, о, да, уже все новогодние продают, нужно на ярмарку сходить на новогодние, так вот, не могу найти себе нигде здесь рыбку соленую, слабосоленую, да, вот эту вот красную, единственный раз мы брали в Мигросе, больше нигде, вот по крайней мере, как в Аланию переехали, в Махмудларе, нигде найти не можем, вот, кстати, Славик мне говорит, вот этот русский ресторан, в котором мы ужинали со своими друзьями, когда только переехали сюда, честно говоря, очень громкая здесь играла, помните, вот здесь дедушка пела, да, девушка пела шикарно, и на турецком, и на английском, и на русском, новогодняя программа будет, как золотым зубом, поставили елочку, такие вот деревья, Артем, трогать нельзя ручками глазками, очень-очень красиво, а здесь вот такие фонарики, не знаю, что они означают, но смотрится, смотрите, как смотрится, красиво очень, итак, что идем дальше, тут, здесь находится ванн какой-то, я так понимаю, пускают как-то, видимо, аккуратно, не ударься, по очередности, а вот большой магазин в Айпикин, собственно, куда я и хотела сегодня попасть, не знаю, будем мы покупать там или нет, что-то, где ты увидишь бургеркинг, а вот, кстати, бургеркинг, что-что, так мы ни разу еще не кушали здесь, так это, Артем, не убегай сюда, не кушали здесь бургеркинги, не кушали здесь маму, я знаю, я жила в Китае, такие, да, конечно, продумываешь, я знаю, когда ты шутишь, я тебя знаю, смотри, так вот, когда я жила в Китае, и там был кифиси, да, то есть он вообще очень сильно отличался от нашего русского кифиси, разница в том, что там готовят, как я по-другому продумала, люди, я думаю, что здесь тоже, скорее всего, от, пойдемте зайдем, посмотрим, что в Айкихе, скорее всего, тоже отличается, пойдем зайдем сейчас, надеюсь, не оставим опять, тут 10 тысяч, сейчас мы оденем, подождите, мама оденется, одену маску, вот появилась новогодняя тематика, кофточки такие соленые, руками не хватает ничего, отцом родился, еще вон какая новогодняя, свитерочки на любом месте, я думаю, вот такую я всего давно хотел, да, а вот смотри, у нас подруги есть, можно вот такие зеленые всем купить, прикольно, не хотите? Хотим. Хотите? Да. В общем, он такой маленький, да, такой маленький, относительно, в котором мы были. Мама, давай будем с доченькой. Не-не-не, мы пойдем поисим, что нам хотелось. Так, мы, в общем, пойдем искать, что нам нужно. Мама, это теннис на игрушки. Теннис на игрушки? Так, это у нас мужской, да, отдел. О, смотрите, это, видите, как они называются? Забыла я. История игрушек. История игрушек, да. История игрушек нет. Вот здесь нет, видимо, сунок рюкзаков. Блин, я на руках. Здесь есть сумки, вот, поясные, надо. Папа, папа хотел сумку, надо его позвать. Позвольте папу, а вот он идет. Мам, можешь ли у меня какую-нибудь? Такие кепочки. А мама себе кепку хотят. О, вау! Водичку будете с собой носить, надо? Да. Ты, папа, нашел? Круто. Нет, я бы... Вот, я бы не захала. Я бы там достаю. Нет, у вас деньги есть? Ну, что это у вас? Ну, так она открывается, видишь, Марвел. Не трогайте, пожалуйста. Тридцать четыре. Четыре лиры. Ну, сто пятьдесят рублей. Четыре лиры. Круто, Капитан Америка, мой любимый дерево. Я говорю, Слав, ты еще хотел себе сумку? Давай сумку посмотрим. Сумку, сумку. Поясную. Чтобы тебе удобно было камеру ложить. Ты же хотел. Желтая, прикольная. Сколько? Шестьдесят лир? Кажется, они цены подняли. Начинают потихоньку все цены поднимать. А я вот себе бейсболку бы взяла. Какую здесь, прикольную. Идти вот такого какого-то форматика. Интересно, мне пойдет или нет? Блин, в магазины в эти вообще нельзя заходить. Вот такое здесь прикольное. Сейчас будем мерить. А есть где-то зеркало? Нет, куртка такая бутая. А где Славик? Сейчас Славика найду. А где папа, Артем? Так, мам, я не знаю. Так выглядишь, я тебя уже видел. А где папа? Ладно, я здесь. Короче, Славик поржал. Ладно, окей. Смотри, Слав, какие толстовки есть. Жилетки. Нет, тебе не надо жилетку? Не хочешь себе жилетку? А смотри, какие шапки прикольные есть. А Славик уже купил себе шапку. Типа с гарпидом. Мам, мне вот тут подойдет только звук. Можем не такой. Это для взрослых огромный. Так какой мне можно? Чем смотри. Потому что пятненько много. Мам, где дети? О, чемоданы сколько? Уже не упал. 450. Порядка наверху? Ну, они были же 300 с чем-то. Порядка наверху? Нет, я их с собой маленький. Я вот такой. Я вот такой пока. Этот меньше, чем тот, что? А не одинаковый. Он тоже стоит 450. Вот такой, вот, весь-то стоит. Я хочу тебе такой чемодан. Ну, 450 лет сколько это будет? Две с половиной где-то, наверное. Мам, где детские рюкзаки? На втором этаже основ. Пойдем, пожалуйста, пойдем, пожалуйста. Пойдемте. Слушай, мы классные здесь, конечно, у нас тайпики с этими марвелами, со которых мы обожаем. Мама, тут детское одежда. Да, здесь детское и женское. И чемоданы. Мам, вот это вкусно, мам, куплю, чтобы на воду. Мам, что ты на разом вот такую принес, елочек. Ага, только не трогайте ручками, ладно? Вот есть чемодан с вами. Вот, да. А, ну да, вот он 100-400 лет. Не все равно, тут 2 500 получает. Ну да, все огромные. Причем он какой, силиконовый или какой, или пластиковый, я не понимаю тут. И теперь женская будет смотреть, что появилось из женского нового. Все такое яркое. Новые костюмы такие яркие, прикольные. Здесь, когда маски, можно вздохнуться. О, да, вот такие кофточки, которые я смотрела, хотела себе. А сейчас вот вижу другую расцветку. С митимаусом, прикольные. Почему ваши любимые кофты женские? Почему ваши любимые кофты, может быть, вам нравится женская одежда? Шапочки. Нам просто этот мультик, да? Вот, видите, 30 лир. 10 лир 50 рублей, 150 рублей шапка. Прикольные, крутые шапки, я на шапку все купить. О, посланник нашел мне кофту. Берем. Все, короче, ребят. Все, пока, ребят. Настю тут потеряем, потому что Настя уже, короче, тут уже... Вот этот магазин, кстати, гораздо больше, чем тот. Ну, как-то по ассортименту тут уже поинтереснее. Блин, я теперь хочу такую кофточку себе с этим. С митимаусом. А, вот, кстати, костюмчик, который сейчас, смотрите, вот, на мне. Ну да, в принципе, те же цены. Точно так, ежа. Рубашечки всякие. О, вот, кстати, прикольная рубашечка. Вот, что-то... Такая розовенькая прям... Топичком. Двинсики. Класс. Вот шапку точно надо мне купить. Прям. Вот, я такого цвета хотела. Вот, как раз 25 лир, даже 25 лир. Вот, блин, ну это вообще офигеть, какие крутые те цены. Цены, конечно. Пойдемте на третьем этаже? А, на детей где? На третьем этаже. Еще на третьем этаже? А, что, не будем? Мам, где детские рюкзаки, пожалуйста, скажи мне? Они на третьем этаже. Я хотела сюда тоже туда еще посмотреть кофточек каких-нибудь. Они на третьем этаже. Хоть на славе какой-то стороны посмотришься. Я бы, конечно, здесь тоже бы прошлась бы еще посетить. Ой, ну тут тоже вон какие-то прикольные кофточки всякие. Толстой. Ой, смотри, толстовочки. Люблю все такое. В общем, не получилось у нас походить, повыбирать, посмотреть. Но мы, так сказать, ознакомились с тем, что есть. Надеюсь, оно не распродастся. Я потом пораньше просто приду, выберу время, когда будет Мирончик спать. И куплю, потому что сейчас он уже проснулся и раскапризничался, и мы убежали. А то народу много. Вот, мальчишкам купили только вот такие вот бутылочки для водички, да, смотри? Да. Любимыми героями, а рюкзаков их не оказалось, да, смотри? Обидно. Кстати, вот мы вышли тут, потому что тут куча, опять куча всяких кафе, ресторанов, чемоданов и так далее, да, сыночка? В общем, Славик взял у меня Мирошку. Я хотела показать. Мы вышли, подошли почти до рынка, до центра Махмудлара, получается. Вот здесь вот такая вот есть бутылка. Так, кто-то здесь уже зашел туда. Артем, пошли. Я тут посел. Что, для малышей? Кошли, для малышей. У меня, мама, там тачки большие. Да, конечно. В общем, здесь находится рынок, да, который проходит по субботам. Вот Славик ходил субботу. Выпуск. Есть мод, можно прикрепить у него. Посмотрите, как выглядит рынок здесь в центре Махмудлара. А мы идем дальше прогуляться, пока погода хорошая и нет дождей. Конечно. Закрой нет. Отец. Видите, сложно вот так вот попить. А, вот, да. Ранчик и вот 100-граммовую какую-то швоверму собрать. Да, донер называется. Донер, донер. А вот еще цены на остальное. Что здесь? Чипс, потейтес, картошка, 18. Квирг. Нагинцы, всякие супчики. Корба, кстати, это суп на турецком. И всякие, как они называются, господи, гуля, кебабы. Кебабы. Вот люди здесь отдыхают. Очень много русских. Что, увидели там? А эти только наши, по-моему, старшие успевают. По всем палаткам с игрушками заглядывать, да? Жандармы стоят. Кстати, вот так вот выглядит машина полицейская. Турция. Что, куда идем? Это центр. Это центр Махмудлара? Да, мы пришли в центр Махмудлара. Здесь продают вот эти вот кольца вкусные. Здесь проходит рынок. Здесь вот стоят такие чистые, с вами, если не говорить. И проходит рынок. Ну, мы решили пройтись к морю. А мы не здесь, а мы же отсюда шли, нет? Да. Вот пупа была? Да. Не видно, что тогда было. Иногда, вот там. Ну, мы тихо не проходили. Проходили, мы отсюда проходили. Мы оттуда проходили туда, потом оттуда сюда. Ну, у меня, как бы, не обращайте, не обращайте внимания, у меня этот, какого, топографический кретинизм. Да, Мирош? Родион, иди сюда. Артем, стой. Я всегда забываю местности, где бываю. Да, пойдем, улыбайся. Рэп я сочиняю, да? Да, давайте мы. Пошлите, пошлите. Пошлите. Пока горит зеленый светофорчик. Мы не переходим, стоп, в дорогу. Пойдем. Очень опасно, Родион, делаешь. Надо с родителями. Слышишь меня, Родион? Иди сюда. Иди сюда. Ой, ешка, Ролата. Чего ты, Артем, вот ты ее разобьешь, обдерешь, убери ее в рюкзак. А где моя бутылка? Я не знаю. Я не знаю, что твоя бутылка. Урежешься сейчас в дерево. Ты вот уронил, ты ее сломаешь. Ты даже не бережешь, тебе купили. Ты даже не бережешь ничего. Когда топли купили, сразу потерялась. Сейчас мы будем проходить место, где много-много. Папа на коляске. Там стоит банкоматов. Я уже вижу, что там большая-большая очередь за снятием денег. Мы снимаем в разных банках и везде. У нас комиссия 90 рублей, сколько бы мы не снимали. Хотя говорят, что там с 300 лир снимают. Там какие-то банки, Халкбанк, еще какие-то банки. Видела, что они без комиссии. Но, по крайней мере, мы скоро раз снимаем с разных банкоматов. У нас все-таки везде комиссия. Видите, какая улица стоит за деньгами. Вот они все. Девочка, Маша, слайк. Хеллоу. Ждет родителей, сколько мне скучно. Вот, кстати, эти классные площадки. Хотите поиграть на площадку? Хотите поиграть? Да. Слав, пойдем на площадку? Или ты хочешь к морю? А? А ты показывал эти площадки? Нет. Я не знаю, что-то помню, что ли. Не знаю, показывал вам Слава или нет. Мам, мне кажется, что мы тут были, да? Мы уже были здесь, когда на рынок, помнишь, приезжали. Все. Мам, а что мы тогда на такси ехали? На рынок можно ходить в одну сторону пешком, а потом ехать. А мы ездили прямо два раза. А, она Саш привозила. Все, я думаю, что же мы сюда ездили, когда тут можно дойти. Ну вот, вот так везде, видите, есть теннисные столы для настольного тенниса. Славик устал, присел отдохнуть Мирошечкой. Ой, дедовая колбаса сегодня вообще мало спит. На руках в основном подустали мы прям сегодня носиться. Мальчишек, думаю, надо выглянуть на площадке детска. Что ты там опять полез? За лупой? За. Да, лупой. Да, нет, давайте так. Альтем, что там полез за увеличительным стеклом будешь искать? Ну, вот такая, в общем, площадочка. Горочки-лазилки. Настольный теннис. И еще какие-то лазилки-горочки. Что, пацаны, let's go? Все, они пришли на площадку. Пойдемте, тогда пойдемте уж на море. А закат уже был? Нет, вон, сейчас как раз. Пойдемте на закат сходим, а потом вернемся сюда. Ладно. Там поищите на пляже со своим увеличительным стеклом. Да что там искать? Ну, что-что. Ну, что-что. Ракушки, например, стеклышки. В общем, ребята, я решила зафиналить наш выпуск, короче, закатом на море, потому что это самое прекрасное время. Самые красивые закаты в интернете пишут, что они в Аланье. Смотрите, финики. О, финики, да. Смотрите, ребята, это реально финики. Ой, видите, что можно делать. А Артем спрашивал, как растут финики. Я давно не хотела. Не, не дави свои руки, липкие сейчас будут. Вот на таких больших баймах, вот такими, видите, кучками. И вот так вот падает. Смотри, как волна доходит. Волна как доходит. Мы вообще вон там аж сидели. Да. Смотри, как сидели. Вот это да. Вот где она поднялась, мы там аж сидели. Море зашторнило. Это дожди передают, дожди. Ну, пойдем в роль набережной. Вот, кстати, про любовь к животным, опять же. Кошечку уже покорнили здесь. Мы, наверное, пойдем, ребята, вдоль набережной и будем показывать вам закат. Догоняй, я тебя снимаю, не капризничай. В этот раз в выпуске будет много детей и много воспитательных моментов, да, родила? Все думают, что ты такой послушный у нас, а ты, оказывается, вот такой, да? Нет, это такой. Что тебе не понравилось-то? Я вот на площадку, а вы меня обманули. Обманули про площадку. А это нехорошее. Пойдем на другую, где там возле дома классное, где большое бревно. Как ты говоришь, дракон где? Давай. Давай. Вот мы как раз сейчас дойдем. Да, мы сейчас так прямо пойдем до набережной. Мама, я тебе очень понравилась. Мы уже могли с чем-нибудь покрасить. Прекрасный закат, прекрасная фото у Слояна получилась. Видали, видали? Красота. Опа. Я буду вам показывать, что у Слояна получилась. Мы пойдем только на той площадке, там, где они. Не знаю, выдержит ли у нас миро все эти ходы, будет сегодняшний. Здесь вообще на самом деле немножко, здесь немножко Адлер. Такие постройки стрёмные вообще. Ну да, да, да. И еще это, ну там вот на пляже, видишь, такая канализация. Да, 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 стекает. Собачки гуляют, такие прекрасные, огромные. Не знаю, что за порог такая белая, но очень крупненькая собака. Да? А еще заказывают гулять вдоль моря. Нельзя такие палки ей давать. Родион. Я рожду. Родион. Выбройся, пожалуйста. Она может подумать, что ты ее хочешь один. Да, пойдем. Смотри, она размером с тебя. У тебя громадная, да? Размером с тебя, она как три размера. Не, ну рост там такая же, да? Не маши, не маши. Аккуратно, не за день. Проходящих людей. Сынотик, что? Снимай меня. Я буду тебя снимать. Нет. Все твои мам. 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 Я буду снимать. Я говорю, что все узнают, какие у нас дети. Славян не успевают их так снимать, как мама. Мама обычно с ними идет. А вы как мне знаете, недавно написали на ютубе в комментариях. А Настя, пора выходить в эфир. Типа, что ты там за славяном прячешься? Типа, а в комментариях где-то отвечаешь, да? А я думаю, если я начну снимать, то наши дети, кто за ними будет смотреть. Они же очень много требуют внимания. И если слава не выдержит все моменты, сколько раз было сказано о маме, и сколько мне приходилось останавливать, когда они бегут, то вы вполне это увидите, насколько... Ну, я думаю, все подписчики, у кого есть дети, все зрители в Москве, у кого есть дети, прекрасно понимают, что такое ходить куда-то с детьми. Они устают, они постоянно, бесконечно что-то хотят. Ела? Мам, она почти маленькая. Ой, маленькая. Посмотрите, что с ней. Ой, они проехали, моя хорошая. Машина, да, на нее наехала, выскочила, выскочила. Ей больно, больно, больно ей. Лененькая. А чья это собака? Я не знаю, чья. С ошейниками. А что, она приходила? Да, она выскочила, и машина... Она видела, как ее обрубила, она не смогла. Как она ударила ее все равно в стиле. И женщина вот пытается помочь. Я не знаю, чья это собака. Это их собака, нет? Я не успела. Это его собака, нет? Я не знаю, ну ладно, пойдемте, мы все равно повыше, чем не сможем. Ну да, лечить просто расплатят. Она выскочила, она выскочила на дорогу, собака, и женщина не успела. Вообще у них тут стиль вождения, да, слав Турции. Они даже людей не пропускают, и поэтому, мне кажется, они не ожидали, что собака выскочит просто на дорогу. На самом деле, такие моменты... Ой, я не могу, мне хочется плакать, и помочь нечем, потому что ты не ветеринар, и... Очень жалко собачку. Да, вот... Она, наверное, резко выскочила, и я думаю... Потому что я видела, что машина была красная. Не хотелось заканчивать выпуск, конечно, на такой ноте. Не позитивно, так скажем. Будьте внимательны на дороге. Я вам просто покажу немножечко сейчас закат, и, наверное, мы уже пойдем домой готовить ужин и отдыхать. Родион, не сиди, так упадешь случайно. Ну-ка, смотри. Ну, так вот, ребята, показала вам немножко. Покажу вам закат красивый. А собака тоже вам. Спасибо всем за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться. В комментариях напишите, как вам Настин влог. Вот строго не судите. Если что не так, прошу понять и простить. Мы вас любим, обнимаем. Пока! От семьи на чемоданах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok